Неделя самолечения и Евгений оказался на больничной койке. Мужчина сам сотрудник медучреждения и не думал, что обычная, казалось бы, простуда приведет к столь серьезным последствиям. В течение часов-двух был на улице, было очень холодно тогда, замерз, очень сильно замерз, ну как бы особо не предал, тем не менее после этого попил кофе горячего, чаю, согрелся, а на следующий день почувствовал себя слабее. Ну я как бы списал это на то, что в тот же день я еще сдавал кровь на станции переливания крови, но я думал, может это из-за того, что у меня произошла донация, я сдал кровь, да, но тем не менее слабость не уходила, еще через день поднялась температура, лечился я, занимался самолечением, ну сам себе, так скажем, прописал таблетки. Антибиотики сначала помогали, но через пару недель мужчина вновь почувствовал недомогание и понял, что без помощи специалистов не обойтись. Врачи Владивостокской клинической больницы номер 4 диагностировали пневмонию и за несколько дней поставили Евгения на ноги. В отделение пульмонологии все чаще попадают пациенты, которым помочь очень трудно. В первую очередь это касается обструктивной болезни легких. В нашем отделении обследуются и получают терапию пациенты с бронхолегочной патологией. Преимущественно это пневмонии, но за последние 5 лет вышли на третье место хроническая обструктивная болезнь легких и точно так же бронхиальная астма плюс сочетание этих заболеваний. Поскольку хроническая обструктивная болезнь легких отягощает течение любого заболевания, в том числе и пневмонии. По словам специалистов, одной из главных причин болезни является курение. И не только крепких, но и легких сигарет. Облегченные сигареты проходят специальную обработку и их дым проходит глубже в легочную систему. Евгений, можно сказать, легко отделался. Он смог бросить курить более 20 лет назад и с удовольствием делится своим опытом. Бросить курить меня сподвигло здоровый образ жизни в свое время. Я курил с юности, тоже достаточно большой стаж был, порядка 10 лет. Для себя я разбил этот процесс на три этапа. Первый этап – это первые три дня. Самое сложное, конечно, выдержать первые три дня. Потом месяц, потом полгода. Методик по отучению организма от вредной привычки много. Главное – задаться целью. Хоббл – очень опасный недуг и бороться с ним сложно. Как правило, в наше отделение пациенты попадают в крайне тяжелом состоянии, когда отчетливо выражена дыхательная недостаточность, она проявляется. Хоббл вообще – это прогрессирующее заболевание. Полностью излечиться от него невозможно. Симптомами Хоббл являются постоянный кашель, отдышка, увеличение количества мокроты, гнойность. Диагноз подтверждают специалисты с помощью спирографии. Обычная флюорография здесь не помощник. Необходимое оборудование есть во Владивостокской клинической больнице номер 4. Она обслуживает Первомайский и Ленинский районы по полису ОМС, но готова принять и граждан из других районов Владивостока. Катерина Матвеева, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.